Всем привет! Сейчас по-быстрому из термоса глотну кружечку чая, скину лишние вещи с рюкзака и продолжим путь. Вечерком сюда вернемся, надо будет заночевать, потому что на завтра здесь еще останутся дела. Все, в общем, хватит расслабляться, надо выдвигаться в дорогу. Что-то они сегодня тут раскричались. Волчий след, ребята. Снежок вот выпал и показал, что, оказывается, волк ходит в этом районе. Достаточно кучно. Ну, надо понаблюдать, конечно, дальше что будет. И я смотрю, что он жмется к деревне, то есть у него очень нехорошие мысли. Хочет, видимо, собачек потаскать. В общем, надо понаблюдать. Вообще времени, честно говоря, не хватает для того, чтобы уделить охоте на волка. Но, если будет наглеть, то, конечно, деваться некуда. Надо будет пытаться устранять его. Еще и желно где-то закричало. Как сегодня весело здесь. Дальше. Счастливое. Это не такая лучшая, как я тебе ехалится. И я тебе не хочу. Убедежал совет. И я тебе не quero. А соответственно, это не cinematic, что я перейду. Однако ничего не могу. Я буду. Дам. Я буду. Дам. Дам. Я буду. Продолжение следует... Так, мне надо вот туда попасть, то есть надо подождать, пока пронесет вот эту большую льдину и за ней уже пытаться переехать речку. Вот сюда, в этот закуточек лодку поставим, чтобы льдом ее не терло лишний раз. Выходить, конечно, на берег здесь очень классно будет. Но можно. Поехали. Когда молодые собаки ходят по такому тонкому опасному льду, в подобных местах специально не отзывая, даю возможность собаке походить, провалиться. Потом у меня есть возможность вытащить в таком месте собаку, то есть она не погибнет, но получит очень хороший урок на будущее. И потом уже будет опасаться тонкого льда и все будет хорошо. Сумрач налететь не хочет никуда. С одного места сразу три вершика. Это прямо у избушки рядом находится. Да, сидит. Ну ладно, почему? В общем, друзья, оставил собак в избушке, потому что... Сейчас в темноте могут легко перехватить волки. Ну а сам решил прогуляться, так как времени вот этого темного в избе находишься много, по сути теряешь время. Ну и так как капканы не так уж и далеко, решил с фонарем пройтись и открыть еще капканы, чтобы завтра на это не тратить время пройти уже в другое место. Рябчик улетел. Оказывается, сидел на этой елке. Устроился на ночь сюда. На ночлег. Наткнулся на свежайший след куницы. Буквально только что прошла. Вот сейчас, если бы были со мной собаки, началась бы погоня. Они обязательно бы увязались за этой куницей. Сколько продлилась бы погоня, неизвестно. Может 100 метров, может 500 километров или 3 километра. И вот в этот момент возникла бы серьезная угроза для собак от волков. Если бы они были рядом, то скорее всего не упустили бы шанса. Представляете, в ночи лает собака 2 километра. Хозяину идти до туда, ну как минимум полчаса. Причем такие места бывают вот сейчас в это время, что может быть даже не дойти вообще туда. Потому что ледок тонкий, собаки по кочкам где-то проскочили. Может даже где-то по ледку через исток. Через который человеку просто не пройти. Ну и все, собака лает. Пока она там налавится, придется сидеть ждать на каком-то расстоянии. Волки могут забрать спокойно, ничего не сможете сделать. Какой-то шорох слева был. Ладно, надо идти дальше. Мы сейчас... Кстати, в ночное время раньше увлекался охотой на куницу, но по сути, по закону получается, что осветительные приборы запрещено использовать. Поэтому охота эта незаконная. А так очень интересная охота, но опасная опять же для собак, если есть волки в этом районе. И на этой охоте очень легко молодую собачку поставить, потому что ночью самый свежий след получается. Обычно, когда руки запачканы, ну, от привады там или еще по-разному бывает, то... Вот такую влажную салфетку можно использовать. Кукушкин лен называется. Хорошего качества влажная салфеточка. Это сейчас еще, когда снега мало, либо его нет совсем, а потом просто снег снежком на несколько раз. Конечно, не идеально получается помыть, но все-таки лучше, чем ничего. Так, кто это у нас такой кунициевый горностый сидит? Не знаю. Камера не хочет фокусироваться. Все, это последний капкан на сегодня. Сейчас буду возвращаться назад в избу, где-то порядка двух с половиной километров здесь по прямой. Ну, немножко дальше, там может трешечка где-то получится. Со всеми поворотами, отворотами. Приду первым делом на кормлю собак, потому что каша уже наверняка остыла у них. Сейчас встретил на пути горностая. Не удалось, конечно, его заснять как следует, потому что камера не смогла определить корректно, на каком месте сфокусироваться. Ну, да бог с ним. Ладно, все, выдвигаемся. Пришел в избу, накормил собак уже, запустил их обратно в избу. Пускай будут у меня всю ночь в избу сидеть, зато буду спокоен, что ничто с ними не случится. В общем, ребята, заметили, наверное, уже, что я перешел на двадцатку, на вертикалку. Дело в том, что полуавтомат это хорошо, но в условиях зимы он может подвести. Дело в том, что там попадает снег и может случиться не перезаряд. Поэтому зимой, конечно, одностволка, двухстволка рулят. Поэтому, так как калибры разные у полуавтомата и у вертикалки, у моих ружей. Переходя на двадцатый калибр, конечно, решил, прежде всего, начать заряжение патронов. Потому что пулевые патроны я прошлогодние не использую. Я их выстреливаю куда-нибудь по мишени. Ну, практическая стрельба пулей тоже очень важна. В общем, чтоб не было соблазна, когда старые патроны где-то валяются, их взять на охоту. Потому что они могут подвести. У меня такое было. Было так, что застревала пуля в стволе прямо в тот момент, когда лось бежал прямо на меня. В общем, пока я там начал выбивать пулю первой попавшейся веточкой, лось убежал, естественно. Но сейчас не об этом. Просто ходил под фонарем и обратил внимание, что вот эти пулевые патроны пуля Ширинский-Шихматова, двойка, я их взял у жены лак для ногтей. розовый. Ну и капсуль, для того, чтобы он был герметичен. И в то же время, когда патронтаж заглядываешь, пулевые патроны, чтоб отличались, пометил таким образом. Вам, наверное, не видно. К сожалению, еще и камера, объектив, похоже, запотел. В общем, вокруг капсуля обмазал розовым лаком. И под фонарем, вот сейчас я заметил, он прям как будто светится. Очень хорошо видно в темноте. Очень понравилось. А так, начал использовать наклейки стихант. К сожалению, наверное, вам не будет видно это. Может быть, будет. Тоже очень удобно, потому что патронтаж надо выбирать таким образом, чтобы патроны у вас находились вот в таком положении, то есть, кверху ногами. И тогда вода не будет попадать. минимальные шансы, что вода у вас попадет в патрон. Ну и вот эти наклейки позволяют определить, какой патрон находится. Потому что я обычно влево мелкую дробь, посередине пули, а справа крупную дробь. Вот так вот я привык, хожу все время. Не знаю, почему так. Иногда делаю так много патронов, я все равно не использую на охоте. Обычно там два, три, там пять, ну максимум, там я не знаю, десять патронов. И то не помню, когда я за один день или там даже за два дня десять патронов тратил. В общем, получается так, что делаю, допустим, пулевые патроны, да, сейчас у меня пару штук заряжено, и между пулевыми и дробовыми одного патрона нет. Это когда заряжаешь, там бывает на ощупь, некогда, отвлекаться, смотреть, ну, допустим, медведь очень близко, поэтому, чтобы на ощупь можно было нащупать пулевые патроны между патронами, оставляя одно пустое место, один слот. это так, мелочи, просто говорю о том, как я использую, а так вот такие красивые, нарядные патрончики получились. Я думаю, что камера не показывает ничего. Похоже, объектив запотел, потому что я буквально только что зашел, пока кормил собак, и вот решил попить чайку, кушать неохота, ну, и, наверное, буду ложиться на боковую. Итак, очередное утро. Буду выдвигаться на последний путик на этой избе. Последние капкашки хочу открыть. Не знаю, еще как речка не выходила сегодня. Даст ли она мне переплыть на ту сторону. Не успел. Конечно, если бы лодка была покрепче, да с мотором, этот лед можно было бы еще рассечь и переехать на ту сторону. Но возник бы риск того, что река просто встанет, когда я вернусь назад, к вечеру. Потому что она вот-вот может встать уже. Ну, а на этой лодочке мне тут делать похоже нечего. Есть вот такие окна. Вот сейчас эту Дину большую проносит. И там будет коридорчик, по которому можно переплыть. Я думаю, что... смотрите, утка вот. утка улетела. Нормально летает. Не под ранок вроде. но почему-то не спешит вылетать в юг. Эх, не знаю, в общем, что и делать. Сейчас, наверное, подожду, пока пронесет следующую льдину. Посмотрю, если вот это окно между льдами будет широкое, то все-таки перееду на ту сторону. Пока загружу на всякий случай барахло свою в лодку и спущу на воду, чтобы днище, оно же там сейчас обледенело, на воде вода более теплая и все это отвалится. Ну ладно, здесь не все капканы удалось открыть. Дай бог с ним, потом уже река встанет, открою, ничего по сути я не теряю. Базовый вообще не открывал. Хочу в этом году уже после ледостава, после того, как я смогу на снегоходе туда добраться, открыть все капканы, чтобы меньше проблем было, просто сейчас туда с папажей очень большие проблемы могут возникнуть. Сейчас вот в распутицу река то встанет, то выйдет. Вот это часто теперь бывает, глобальное потепление или еще что там. Ну в общем, у нас осень теперь все время такая. Сейчас минус 10 градусов, так что я собираюсь еду домой, а завтра лучше съездим на рыбалку на первый лед. еще в прошлом году обзавелся вот такой камерой ЯС-52, но пока она пришла, лед растаял, короче, не удалось мне воспользоваться ей, поэтому сегодня с нетерпением взял эту камеру с собой, хотя, честно говоря, вообще не надеялся, что тут будет что-то видно, так как вода практически как чай в этом озере, но все видно, я не представляю, как будет в озере, где вода чистенькая, в общем, обязательно надо будет попробовать, а сейчас попытаюсь половить на этой лунке, здесь была одна поклевка, но поймать не удалось, вернулся, вот там вот я уже проверил в нескольких лунках, в общем, всего две поклевки, здесь не удалось поймать, и я одного кушка выдернул, при помощи камеры обнаружил при первых же подвижках балансира сразу же подошла рыба, но судя по всему это платва, не понимаю каких размеров, кажется, что довольно крупная, наживки никакой нет, поэтому попробую просто вот на такую мормышку с бисером, интересно, их тут целых три штуки уже, но не очень-то я умею играть мормышкой, судя по всему, надо, наверное, пустить в ход балансирчик, вот так примерно снимает камера в достаточно темной воде, но сказать сейчас хочу о другом, обратите внимание вот на эти водоросли, их тут много, порой даже очень много, но именно в этом кадре водоросли находятся на каком-то живом существе, и существо это явно не одинокое, они тут везде, везде, А вот так камера снимает в более светлой воде, но и здесь вода не совсем прозрачная. В порыве эмоций рыболовных забыл совсем, что у меня аж один окушок уже пойман, поэтому наживка есть, глаз насадил сейчас, взял вот такую блесенку этот раз, насадил глаз, попробую на это соблазнить все-таки рыбу. Очень интересно, кстати, с камерой, в том плане, что видишь, что рыба есть, но получается то, что я ей предлагаю, ей не нравится, не устраивает, и это как бы захватывает. Рыба есть, рыбы много, но поймать ничего не могу. Рыбу поймать не получается, так думаю, хоть рябчика добыть сходить, получилось. Вижу, сидит еще один рябчик, сейчас попытаюсь его тоже взять. Главпатрон, дробь номер 5, 24 грамма. В прошлого стрелял метров 30 на раз, чисто битый. Добыл еще одного, патрончики неплохо идут, понравилось. В принципе, можно было бы еще тут рябов погонять, но специально не буду это делать. Так, если где-то увижу на горизонте, услышу. Ну вот, слышал, что здесь где-то еще спархивают. Они кормятся просто сейчас. Если на видок попадется, то стрельну. Рябчик, штука вкусная. Поймал, ребята, окушка, он прям дерзкий такой сходу налетел. Только вот опустил балансир и сразу он начал клевать. Короче, надо искать вот таких вот дерзких окуней, походу. А там, где просто рыба есть, но она не клюет, задерживаться не стоит. Да, рыба есть, но смысла в этом никакого, по сути-то, и нету. Потому что все равно поймать ничего не удается. Продолжу рыбачить в этой лунке. Опа, щучка. Щучка была. Небольшая, но все-таки. Короче, вот этот эффект удара по блесне, то, что я чувствую удар и в тот же момент вижу эту щуку там на экране, это в два раза больше эмоций, короче говоря. Может еще возьмет? Нет, прикольно, мне нравится с камерой, конечно. Это, ребята, самый первый раз мой, как я рыбачиваю вот с такой камерой подводной. Прорубил новую лунку, опустил камеру, опустил балансир, поймал балансир в кадр, начал играть и понял, что там коряга. Вообще, прям рядом с балансиром. Короче, все, перехожу в другую лунку. Не было бы камеры, возможно, был бы зацеп. Очень интересная, захватывающая рыбалка. Но поймать удалось только четыре окушка сегодня за целый день. Но при этом эмоций больше, чем обычно я получал на рыбалке. Благодаря вот этой камере, видимо. Только что подходили окушки, но клевать не хотят. Надо мормышку с червяком или с опарышем. Я думаю, что тогда бы удалось. Рыба вялая, не знаю по какой причине. Но клевать она сегодня не особо рвется. Вот сейчас на улице уже становится достаточно сумрачно. А тем не менее, под водой эта камера по-прежнему видит на достойном уровне. Надо еще учесть, что вода здесь темная. В прошлом году впервые я попробовал рыбалку в палатке с печкой. Короче, очень понравилось. Теперь еще с камерой. И в совокупности камеры, да еще и палатка с печкой. Это, конечно, будет вообще шикарно. И с удовольствием бы и завтра поехал на рыбалку. Но, к сожалению, есть дела. Надо расставлять капканы, пока позволяет погода. У нас опять начало морозить. Сегодня с утра я приехал, было 0 градусов. А сейчас вот заметно подморозило. Солнышко появилось где-то. Да я даже не знаю, я сегодня потерял счет во времени. Ладно, ребята, спасибо всем за просмотр. Я буду собираться, поеду домой.